Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю продолжить наш разговор о заповедях блаженства. Всего в Евангелии говорится о девяти заповедях Господа Иисуса Христа. Почему первой стоит заповедь блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное? Что значит выражение нищие духом? Все святые отцы постоянно подчеркивали и говорили, что эта заповедь является одной из основных заповедей. Нищета духовная здесь так называется осознание человеком своей немощи перед Богом и осознание того, что самому, он сам собственными только усилиями без благодати Божией не может изменить себя и не может преодолеть последствия грехопадения, которые несет в себе каждый человек. Вторая заповедь – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Чему нас учит эта заповедь? Во-первых, абсолютно буквальному пониманию – блаженны плачущие. Правда, когда мы говорим о плаче в Евангелии, и встречаем это или в аскетической литературе, имеется в виду не совсем тот обычный плач, который мы встречаем в жизни. Плачет ребенок, которому что-то не дали, который упал, ушибся. Плачет человек от обиды, от досады, от злости, от жалости к самому себе. Много есть форм плача. Плач, о котором говорится здесь, это, скорее всего, плач о своих грехах, плач о своей немощи, плач, такой плач, который повергает перед Богом человеческую немощь. Он говорит, Господи, я ничего не могу сделать. Вот сам, как можешь, спаси меня, сам, как можешь, помоги мне исцелиться, исправиться. Я сам, хоть выйди сам из себя, но ничего не могу сделать. Вот этот плач Господь утешит, если человек обращается к Нему, и человек получит от Бога просимое, если он искренне, из всей глубины своего сердца просит помощи Божией. – Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. В чем выражается наша кротость? – Кротость – это понятное слово, несмотря на то, что оно славянское. Я думаю, оно понятное сегодня каждому человеку. Кроткий – это человек безгневный, человек смиренный, человек, в котором нет памятозлобия, нет ненависти, нет мстительности. Вот всех вот этих отрицательных качеств. Человек кроткий. Господь заповедовал нам в Евангелии быть кроткими, потому что это самое близкое такое к Богу состояние человеческой души. И те люди, которые смогут воспитать в себе эти качества, именно они наследуют землю, те будущие небо и землю, которые мы чаем по воскресенье из мертвых. – Четвертая заповедь – «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А вот в этом случае что надо понимать под правдой? – Здесь имеется в виду жажда духовная, жажда правды Божией, опять же, не человеческая правда, мы говорили в предыдущем нашей передаче об этом, не справедливости в таком земном смысле этого слова, хотя это тоже добродетель христианина, и справедливости в земной в том числе должны желать, и к ней должны стремиться все люди, которые исповедуют себя христианами, особенно если они своей деятельностью должны эту справедливость обеспечивать, и обеспечивать власть, судьи и так далее. Но в данном случае, в евангельском контексте, имеется в виду жаждущие правды, правды Божьи, которые человек потом, если он ее жаждет, стремится к ней, потом ей насыщается. – В восьмой заповеди снова идет речь о правде. – Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. – Вот как эту заповедь понять? – Достаточно тоже просто, если вдуматься в это. Ну, правда. Часто бывает так, что человек в своей жизни встречает какую-то несправедливость. Часто бывает так, что человек терпит наказание от людей за то, за что, по идее, должен был быть награжден. И вот в Евангелии говорит о том, что тот, кто воспринял это спокойно, кто покорился волей Божией, кто принял это как от руки Господней, тот будет вознагражден за свое терпение. – В пятой заповеди говорится «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». – Кто такие милостивые? – Тоже достаточно понятно. Милостивый человек, я думаю, любой наш зритель ответит на этот вопрос. Кто такой милостивый? – Это тот, кто оказывает милость другим людям, кто сожалеет, кто помогает, кто поддерживает людей, кто творит добро тем, кто в этом добре нуждается. Это люди, которые проявляют деятельное милосердие. Вообще, милосердие нужно проявлять от любви к людям. Но в данном случае говорится о том, что оно будет еще вознаграждено. Заграждено тем, что милостивые сами будут помилованы. – Почему они будут помилованы? – Потому что они творили милость другим людям. Даже есть такое выражение «суд без милости, не сотворшим милости». То есть, тем, кто не сотворил кому-то милосердие, тот будет судим сам по своим грехам. Ведь мы знаем, что мы существуем не благодаря справедливости Божьей, а благодаря Божьему милосердию. Это часто встречающееся такое мнение, выражение, что если бы Бог был справедлив, то большинству из нас уже бы не было места на этой земле. – Владыка, а можно выделить из девяти заповедей главную, наивысшую? – Я думаю, все-таки, духовная нищета, именно как видение самого себя, такое честное, правильное видение самого себя, оно является как бы началом всех остальных добродетелей, которые приобретает человек в своей жизни. Потому что, ну, это как, знаете, в медицине. Пока не поставлен точный диагноз, лечить человека бесполезно. Ему можно лечить, но на самом деле у него болит совсем другое. Так и здесь. Когда человек отдает себе отчет в том, в каком он находится состоянии, в каком он положении, что именно ему нужно исправить в своей жизни, что именно он должен преодолеть в ней, что именно он должен приобрести, и вот тогда есть надежда на то, что что-то получится. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Первое октября считается днем рождения движения «Симбирская православная молодежь». В этом году ему исполняется 7 лет. Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин посетил православный молодежный центр при Кафедральном Спасо-Вознесенском соборе, чтобы поздравить его участников. Владыка удостоил епархиальный отдел по работе с молодежью, архиерейской грамотой за активное участие в жизни епархии, плодотворную деятельность по формированию духовно-нравственных православных ценностей среди молодежи. Митрополит Лонгин поблагодарил православных добровольцев за активное участие в жизни епархии. В этом году я хотел бы специально поблагодарить и за поездки, которые были в Иванинково, лесное, другие места, и за помощь, которая была оказана во время принесения частицы мощей преподобного Сергия сюда, другие подобные мероприятия. Я убедился в том, что наше молодежное общество, хоть и не очень многочисленное, но дружное и готовое всегда помочь, готовое всегда потрудиться. Спасибо вам за это большое. Во время встречи представители православных молодежных клубов города смогли задать Владыке Лонгину вопросы, касающиеся как молодежного служения, так и духовной жизни. Ребят интересовало, какую музыку слушает Владыка, где можно узнать больше о богослужении и попробовать себя в качестве чтецов и алтарников, какие святыни прибудут в Симбирской епархии в ближайшее время, и чем можно помочь солдатам в период специальной военной операции. На встрече с Владыкой присутствовали и те, кто стоит у самых истоков православного движения, и те, кто стал его участником совсем недавно. Каждому из ребят есть что рассказать и что пожелать православному объединению. Такое движение очень нужно. Вот лично для меня это стало толчком в духовном развитии. То есть я очень рада, что я попала сюда. Я довольно недавно присоединилась к этому движению, и меня это сразу так увлекло. Деятельность довольно обширная, как и спортивные мероприятия, как и помощь людям, как и различные поездки, помощь во время служения в храмах. На встрече присутствовал руководитель православных молодежных клубов при храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы Иерей Михаил Лазарев. Хочу пожелать православному движению Симбирска всем молодежным клубам, чтобы дальше развивались, чтобы чаще была молодежь в храме, чем больше, тем лучше. Появившееся в 2015 году движение Симбирской православной молодежи включало в себя всего лишь два православных молодежных клуба. Сегодня в его составе уже десять молодежных объединений. Их участники не только общаются со священниками и изучают священное писание, но и организуют добровольческую помощь. Хочется верить, что православное молодежное движение в Симбирске будет расти и крепнуть, а его участники станут достойными православными христианами. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители! На нашу электронную почту поступили вопросы от наших прихожан, от нашей паствы, и сегодня мы хотели бы на них ответить. В Евангелии сказано, будьте как дети, и вы войдете в Царство Божие. Что это значит? Вот такие слова действительно, которые нас подвигают к размышлению. Что такое ребенок? Ребенок – это маленький, неизлобивый человек, который старается на все смотреть с широко раскрытыми глазами, всему доверяет, всему в этой жизни как-то относится с интересом и не помнит зла самое основное. Вот в Евангелии сказаны такие слова, что будьте как дети, а в апостоле и в послании к Коринфянам, святого апостола Павла, мы читаем, что не дети бывайте умом, но младенствуйте злобой, а умом бывайте совершенны. Это говорит нам о том, что человек должен уподобляться детям не в разуме, не в каком-то отношении без критики к окружающему миру, а в отношении к миру без злобы, чтобы человек на все смотрел глазами Божьими. Как Господь смотрит на всех без злобы, с сожалением, что тот или иной человек ошибается, творит это, может быть, даже не потому, что он злой по природе, а потому, что у него в душе неустроенность, в душе какие-то проблемы, какие-то у него неразрешенные вопросы. Вот если человек смотрит такими глазами на ближнего, как ребенок, смотрит на взрослого и ожидает, что взрослый ему скажет. Когда педагог заходит в класс, часто бывает так, что ребенок сначала напряженно всматривается в лицо, он хочет увидеть на лице человека, этого педагога, вот эту искорку Божию. Вот Господь призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на людей в желании, в том, чтобы увидеть в них искру Божию, что Господь создал каждого по образу и подобию. Поэтому каждый человек достоин, чтобы на него смотрели с любовью, с вниманием, с пониманием, как ребенок смотрит на взрослых и с доверием. Вот Господь нам дает такую заповедь. Поэтому первый отклик на слова Христа, чтобы мы стали как дети, это не умом становиться, как дети, а именно становиться душой, чистыми, незлобными, участливыми, готовыми на всякую помощь, даже маломальскую помощь нашим ближним, которые оказываются вокруг нас. Поэтому Господь нам заповедует, будьте как дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok